Привет! Сегодня под обстрел и под прицел попадает молодая мамочка, которая считает себя продвинутой во всех смыслах. И единственно верно видящая картина окружающего мира. Но давайте обо всём по порядку. В общем, я человек довольно молчаливый. Как в реальной жизни, так и в интерактивной, в интернет-пространстве. Я редко пишу комментарии, я не очень люблю это делать, потому что я не вижу в этом смысле, кому нафиг там нужно моё мнение. Я люблю иногда выразить положительную оценку, потому что я действительно понимаю, что человеку это сделать приятно, а если во мне это в реальности существует, то мне тоже приятно сказать человеку приятное. Когда я с чем-то не согласна, то я предпочитаю чаще всего пройти мимо, потому что не вижу смысла вступать в дискуссию с людьми, которые мне мало знакомы, не близки. И я понимаю, что реального толка из этого не выйдет. В жизни я часто дискутирую, я часто спорю, я довольно критично отношусь ко многому, и мои близкие люди это знают. И некоторые говорят, что переспорить у меня очень сложно, и, возможно, так оно и есть. Но суть не в этом. Сегодня в моём видео пойдёт речь о материале, который я прочитала на онлайнере, не помню, там, неделю-две назад, и дискуссия о нём до сих пор идёт в моей голове. Ну, наверное, тогда нужно выговориться и высказать своё мнение, которое, к слову, высказали многие мои знакомые. В фейсбуке, в основном, наверное, я видела какие-то комментарии. У нас на кону имеется, буду читать, тут зачитывать кое-что с телефона. Молодая мама Екатерина. Ой, ей у нас 24 года, по-моему, сына 2,5. И она решила всех мам и всех женщин, в принципе, научить жизни с высоты своего полёта, между прочим, окончив факультет международных отношений. И это, по-моему, в её сознании уже даёт ей какой-то просто невообразимый плюс среди всех тех, кто ходит вокруг неё с колясками, без них. Ну, ладно, давайте по порядку. Пишет Катенька о том, что сейчас стало модно быть мамой. Но все почему-то забыли, что это такое. Современный мир просто погряз в социальных сетях. Окей, каждая родившая девушка тут же ставится в сетях статус «мама Артёмки» или «мама Петеньки». Будто это что-то выдающееся, будто это всё, на что она способна. Окей, я тоже не люблю всех этих мам Артёмки, но это такой субъективизм, ну, как бы... Давайте повторим для ясности. Она ужасно устает, сидя дома, и воспитывает карапуза, который первые полтора года, простите, ест, как и так гукает. Ну, мне кажется, довольно такое примитивное упрощение, поскольку первый год жизни ребёнка, и даже первые два года, ну, год это вообще... это стремительные скачки на каждом шагу. Постоянная смена, перемена, навыки, способности. Время летит, как оно и всегда летит, но первый год это очень прикольно, потому что за год ребёнок из просто лежащего, молчащего, либо кричащего свёртка превращается в человека, который уже, как минимум, прекрасно понимает, что вы ему говорите. Ну да ладно, для кого-то он только там ест и какает. Хорошо. И дальше Катя рассказывает свою историю, как она первое время после родов ей сносила крышу, потому что вокруг была однозадачность. Ну, как бы, смотря как, смотреть на вещи. Однозадачность типа в пространстве дома, потому что мне кажется, маме, если у неё даже нет никаких помощников вокруг, ну, никак не приходится говорить про однозадачность. Ну ладно, можно понять, что Катя говорит о том, что ей было неинтересно заниматься одним ребёнком, и это абсолютно можно понять, и большинство это знакомо. Ребёнок первые месяцы много спит, и я начала использовать это время с пользой. Завела фудблок, готовила и постила рецепты. Сначала для себя, а потом ещё на крупные проекты. Интересно. Ну, как бы, я вам скажу, что я не то, чтобы такой хантер и всевидец в интернет-пространстве Беларуси, но вот эту Катю я не встречала и в крупных проектах, но тоже. Ладно, как бы опустим. Бывает. Она потом стала печь торты на заказ, окончила онлайн-курсы по рисованию, по-английскому, в перерывах смотрела маркетинг-конференции, ещё работала по удалёнке в одном интернет-проекте. Хорошо, замечательно, молодчина. Я чётко осознавала, что не зря окончила самый притяжный университет и факультет в нашей стране. Речь идёт о факультете международных отношений, на минуточку. Но также и то, что каждый декретный год девальвирует мою квалификацию. И тут начинается самое интересное. Мы поступаем к этой теме, которая для меня в последние месяцы стала просто животрепещущей. Понимаете, всё это сосредоточение материнства, Катя переводит в плоскость того, что женщина, ребёнок ребёнком, это у нас такая биологическая активность по умолчанию, которая присутствует у многих женщин в жизни, если не у большинства, то с карьерой тут надо, понимаете, впрягаться и вперёд, и по пахалам. И я не понимаю, откуда в этой молодой особе столько прытия и уверенности, что всё именно так и обстоит. А так это как? Она рассказывает о том, что сын уже более полугода ходит в сад, то есть, условно говоря, с двух лет. Я не хочу вам пересказывать содержание этой статьи, потому что я уже, честно говоря, занялась прямым зачитыванием. Мнение этой особы сводится к тому, что женщина может быть полноценной, интересной, разной, уверенной, развивающейся только в условиях постоянно запущенной карьеры. Что понимается под этим словом «карьера» для меня, честно говоря, вообще не до конца понятно. Какие есть во мне внутренние понятные установки? У меня есть семья. Да, хорошо. У меня есть муж, которого я люблю. Честно говоря, для меня, как для женщины, для человека, нет ничего важнее тех личных отношений между мной, мужчиной и моими детьми. Это для меня самое важное. Если у меня не будет этого, то я откровенно, однозначно буду страдать. Это правда моя. И мне ничто не сможет этого перекрыть. Но понятное дело, что я не зациклена на этом. И я не думаю, что только это наполняет мою жизнь красками. Конечно же нет. Я, честно говоря, ко всему прочему, человек довольно самодостаточный. И мне очень мало в плане, скажем так, человеческого ресурса нужно для счастья. Мне и себя самой более чем достаточное мира вокруг, который я истинно люблю, познаю, и вот хочу для себя открывать дальше. Но почему-то, по мнению Екатерины, провести, к примеру, с ребёнком три года дома, находясь в законном декрете, гуляя с ним, варя ему супы, каши, ходя на выставки, делая что угодно, просто качественным образом проводя это время, когда, в принципе, в ребёнка закладывается всё самое основное. Это возраст до трёх лет. Потом мы просто смотрим уже на всходы, которые дают посаженные семена. Ну, в большинстве своём, конечно же, многие события оказывают влияние на формирование нашей личности. В общем, я против. Я понимаю уже сейчас, что не могу достаточно ясно выразить эту мысль. А мысль состоит в том, что я не могу терпеть вот эту однобокость. Я не понимаю, почему какая-то дама может взять на себя ответственность, сказать, что если ты сидишь дома, ты тупая, ты неинтересная, ты мамочка, мамаша, не знаю, как это там у них, няшка, беременяшка. Я вам скажу со своей стороны, имея двоих детей, я никогда не любила формы, я никогда не сидела на них, я никогда с людьми даже там на детских площадках не обсуждала ничего касаемо каких-то вот таких детских вопросов, потому что мне это неинтересно, мне это не нужно. У меня есть дети, я их вижу, я понимаю, основываясь на своих внутренних чувствах, как их растить, и что думают об этом все вокруг люди, где не знакомы, меня вообще не интересует. С моими подругами, у которых тоже есть маленькие дети, более или менее того же возраста, что и мои, я могу что-то обсудить, но абсолютно в порядке, скажем так, живой очереди, чаще всего 80% нашего времени и наших разговоров совсем о другом. То есть, как бы, да, я не из тех, кто печется, трясется по книжке, по правилам, все по месяцам, почему зуб тогда не вышел, мне плевать. И я вообще плохо ощущаю себя в социуме, потому что социум, ну как, нет, я неплохо себя ощущаю в социуме, но иногда я не понимаю чего-то, когда люди стремятся к этим усреднениям, к этим рамкам. Зачем? Мне кажется, любой человек, будь то ребенок, которому ты как родитель должен объяснить, будь то ты женщина, которая, к примеру, закончила самый престижный факультет в Беларуси, ну или вот такой неплохой, как я, там, факультет журналистики, между прочим, международная у меня специальность, но это, мне кажется, вообще не имеет никакого значения вообще на всю дальнейшую картину мира. Нужно объяснить всем, и маленьким, и взрослым, лишь одно, что нужно искать себя, нужно слушать себя, нужно не Катю с онлайнером почитать, понимаете, это я вот почитаю, я внутренне возмущусь, но она на меня никакого влияния не произведет. Ну то есть вот ей так хорошо, и она должна понимать, что ей так хорошо. Ей хорошо было там пописать фудблогерством позаниматься, в проектах на удаленке повисеть, в два года ребенка отдать в сад, все, карьера на рельсе, поезд стремительно ушел вперед, она там уже заправляет, она чувствует себя крутой. Хорошо, пожалуйста, ради бога, это замечательно. Она, по ее словам, чувствует себя полноценной, уверенной женщиной. И к тому же мамой, у которой хорошо развивается ребенок, она рада, счастлива, что еще нужно? Почему-то только Ольга Петровна из соседнего дома, которая родит одного, потом второго, а может через два года еще и третьего захочет, она будет не очень ок, потому что она вот не вписывается в схему быстро развивающейся особи, которая и самые престижные факультеты заканчивает, и детей рожает, и карьеру строит, и вообще тут, понимаешь, 33 курса онлайн прошла, пока тут была во всех этих каких-то семейных перипетиях декретов. Люди, перестаньте вообще заниматься пустым советованием, поймите раз навсегда, мы все разные, и то, что хорошо мне, и вот я сейчас работаю на фрилансе дома, и чувствую себя, понимаете, спокойным, полноценным человеком, наполненной женщиной. Я такой человек, что мне трудно переносить большое количество контактов с людьми, которые мне не близки духовно. Вот я такой человек. Когда у меня есть какие-то удаленные связи, когда я могу сама формировать, планировать, выбирать, когда я могу полноценно быть и дома, и не дома, и выбрать, что я хочу делать, я чувствую себя круто, я чувствую себя живым человеком, но кто-то любит общение, кому-то нужен офис просто для темпа, для подружек. Я почему-то прервала съемку, но я сейчас продолжу. Говорила я о том, что мне как человеку не нужно вот это общение с людьми ради общения, мне неинтересна в целом карьера как карьера. Я не испытываю потребностей в том, чтобы строить эту карьеру. У меня есть мой круг людей близких. Мой муж, мои подруги, друзья, близкие люди, семья, родители. Вот наша вся большая семья в общем понимании этого слова, которые обеспечивают полную гармонию моего общения с миром и обществом. Мне по сути, кроме вот этих близких людей, нужно совсем чуть-чуть, чтобы ощущать себя счастливой, восполнять ту потребность в общении, которая у меня есть как у человека. При этом я отдаю себе отчет, что есть люди, я вижу их вокруг, которые совсем иные. И это классно, мне кажется, это интересно. Мне безумно любопытно смотреть на людей вокруг меня и осознавать, дифференцировать эту разницу. Я никогда не возьму на себя ответственность кому-то посоветовать, что, пожалуйста, вот все-таки давай ты в декрете, но не засиживайся. Ну ты посмотри на себя, в кого ты превратилась. Ты неинтересная. Ты не развиваешься. Куда ты идешь, к чему-то придешь. Придешь, ты вообще понимаешь, чем ты хочешь заниматься по жизни. Все это, вся наша жизнь, каждый день, это путь, это выбор, это решение. И самое главное, быть в согласии с собой, в принятии этого каждодневного решения. У меня были периоды, когда мне было дико некомфортно, когда мне было вообще так, что я, мне кажется, ходила как стеклянный инопланетянин. Я не могла адекватно воспринимать этот мир, потому что мне было нехорошо. Когда это, скажем так, заняло продолжительный отрезок моей жизни, ну условно продолжительный, то есть я не из тех, кто будет годами там мучиться, думать, что так и надо, там во имя какой-то цели. Нет, для меня важно, как прожить каждый день. Я принимала решение. Мои решения меня привели к тому, что я понимаю, даю себе отчет в том, что я в первую очередь женщина и мама. Я люблю и я хочу быть в этом. Мне хорошо. Мне хорошо с тем, что я вместе с моими любимыми, вместе с теми людьми, которых у меня реально немало, могу познавать на этот мир. Мне интересно. И опять же, возвращаемся к нашим баранам и к тому, что меня так вывело в этой статье, почему я захотела об этом поговорить. Вот эта вот категоричность, принципиальность и призыв-лозунг пошли вперед на работу. У меня еще очень свежи, не то чтобы очень свежи, я в принципе очень критично отношусь к декрету о тунеянстве, налоги на тунеянство. Это отдельная тема. Для отдельного видео я просто не понимаю, как вообще можно дойти в государстве до этого, в том государстве, которое называет себя социально ориентированным. Ну да ладно. И вот у меня вот эти темы переплетаются, категоричность этой юной Екатерины, вот это вот тунеянство. Мне кажется, каждый сам вправе сделать свой выбор. То есть, ну вот, и потом нести за него ответственность. Понимаете, она просидит 10 лет дома, варя супы, думая, что все окей. И потом, может быть, всегда поймет, что было не окей. Но это ее право, это ее ответственность. Понимаете, как можно в любой там, какой в 15-летний или в 50-летний возраст брать на себя ответственность и идти сложно, как вперед. Товарищи вперед за работу, за молоток, я не знаю, за что угодно. Работа у всех своя, и она в первую очередь должна быть внутренней. И нужно отдавать себе отчет. Для чего? Зачем? Куда? Потому что, мне кажется, можно просто вот так на какой-то общей волне пронестись много лет вперед. И вроде как бы-то, да, скорее всего материально и карьерно обеспечишь себе какую-то базу, и дай бог, что она будет крепка, настойка, чтобы компенсировать все то, что ты упустил за эти годы. Но кому-то это и хорошо. Кому-то так и хорошо. Я не знаю. Это какой-то такой безрез... 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 Безрезультативный разговор с моей стороны, потому что у меня-то нет никакого вывода, кроме одного. Мы все разные, и нужно это зарубить себе на носу. Вот просто на раз-два. Кто-то хочет детей, кто-то не может их иметь, мечтает об этом, но не может. Кто-то хочет много и имеет их много. Кто-то не хочет вообще и имеет на это полнейшее право. Какой бы у меня внутренняя позиция не была на этот счет, какое мне до этого по существу дело. Вот какая мне разница, как вот все вот эти вот два миллиона вокруг в городе Минске, например, будут жить. Понимаете? Будут они стоять на заводе, в магазине, в офисе, дома, на собственном огороде выращивать огурцы с помидорами, потом продавать на комаровке или книги писать. Вот мне, как человеку, абсолютно все равно. И я могу влюбиться, условно говоря, в совершенно разных людей. Мне нравятся те, в которых есть свет, искра, понимание, ощущение жизни, вкус к ней. Мне как-то жалко людей, которые всю жизнь будто бы экономят и ждут какого-то лучшего момента, потому что это очень скользкая, опасная дорожка. Она может привести к тому, что вдруг этот момент и не случится, или вдруг что-то изменится, или интересы, приоритеты, возможности изменятся. И ты не почувствуешь, что то, к чему ты вроде как бы себя готовил и нес и жертвовал, а оно уже не то, оно уже прокисло, понимаете? Но это тоже, это выбор. Вот главное просто, люди, пожалуйста, будьте честны сами с собой, будьте честны в своем каждодневном выборе. И не говорите, что он там муж, понимаете, или там забрал у меня годы, ребенок у меня забрал годы, родители говорили, так делать, так не делать, я такая молодец, я такая послушная. Да поймите, в конце концов, вы только в этой части за то, что с вами происходит. Все, и как бы пусть так Катя будет реально счастлива, довольна, но просто поменьше делать таких категоричных заявлений, потому что ни к чему толковому это привести. Я понимаю, что необходимо сделать дополнение. В сумбуре своих мыслей и эмоций я немножко неверно выразила позицию, когда я говорила о том, что мне не нужна карьера, прошу вас, дамы, наверное, в первую очередь, которые будут смотреть и обращать внимание на это видео, понять, что я никогда не ставила, не ставлю и не поставлю равно между карьерой и личностным ростом, потому что это для меня совершенно разные вещи. Мне кажется, что мне лично дети помогают внутренне расти куда больше, нежели то время, которое я вот совсем недавно провела, находясь в формате офисного работника. Офисного работника по своей специальности, прошу заметить, я не сметно сидела, считала. Я занималась, в принципе, своей работой с какими-то более или менее отклонениями в отрасли, как это бывает у всех. Но когда я говорю, что мне не нужна карьера, это не значит, что меня ничего не интересует, что профессионально либо личностно я не развиваюсь. У меня есть большая сфера интересов, и при том у меня есть большие планы на деформацию и воплощение своих интересов, связанных с профессиональным развитием. Но у меня это не вписывается в понятие карьеры. Почему-то у меня за последнее время на именно вот это вот слово карьера какая-то аллергия. Мне это неинтересно, да, то есть это, наверное, не очень корректно с точки зрения словового выражения, но прошу за меня идти, я работаю, я зарабатываю деньги. Я не могу представить себя как человека, который занят только семьёй в понимании обслуживания всех людей, которые вокруг тебя. Когда я говорю, что самое важное и ценное для меня семья, я говорю вам о духовной, душевной связи, которая у нас существует, и я говорю о том, что они мне дают, что я ощущаю от того, что я провожу с ними время и что я делаю что-то для них. Для меня это намного более ценно, нежели условное какое-то поднятие по карьерной лестнице, где я тем более работаю на других людей. Для меня этот вопрос тоже очень острый, потому что чаще всего, когда мы строим карьеру, мы якобы приобретаем какие-то профессиональные навыки, идём вперёд, но чаще всего для кого мы это делаем? Для себя лишь в качестве рабочей единицы, лошадки, а для кого-то в качестве именно расцвета бизнеса. Поэтому в моём понимании я хочу работать в большей степени на себя, приноситься на себе, развиваться сама. Я люблю работу и зарабатывание денег органично вплетать в тот пазл жизни, который уже на данный момент мне удалось сложить. Я не хочу жертвовать и становиться той, которой надо пахать от утра и до вечера, только потому, что кто-то сказал, что так важно. Мысль моя ещё и в том, что если я отношусь равнодушно к таким девушкам, которые думают, что с высоты своего полёта они могут наставлять и судить, я переживаю о том, что кто-то, прочитав это, может заволноваться, при этом возможно находясь вполне в гармоничном и приятном состоянии духа. Кто-то, прочитав это, подумает, вот, а моему-то уже три, а может даже и четыре, а я ещё и не туда, и не сюда, и непонятно, что я хочу, и курсы английского я не прошла. Есть люди разные, есть люди восприимчивые, которые даже к такому чужому, постороннему мнению могут прислушаться настолько, что навредят себе. А слушать надо только себя. И поэтому я со своей стороны предлагаю вам духовно развиваться, но максимально постараться не жертвовать, не в ущерб чему-то, потому что это, мне кажется, наиболее важно и полезно, и имеет вообще какой-то смысл. Я благодарю жизни Бога, я благодарю своего мужчину за то, что ситуация в моей жизни так важна, что я могу выбрать на данный момент для себя сценарий такой жизни. Для меня это бесценно, вы не представляете, насколько я благодарна, что всё вокруг благоволит тому, чтобы я могла сделать такой выбор. Далеко не я одна участвую в этих процессах, это и так понятно, и то, что подобные возможности жизни предоставляют, и мои близкие меня поддерживают, это для меня просто самое большое вдохновение для того, чтобы идти вперёд, развиваться, и не изменять себе, не изменять себе, не терять свою мечту, идти к ней. Сейчас, мне кажется, об этом как-то так тоже утрированно кричат на всех углах, верь в мечту, не теряй её, верь в себя, но в этом есть толк, пусть кричат, потому что, поверьте, в этом есть толк, думайте, загадывайте, и воплощайте, и всё получится. Мне кажется, что фонтан, который мне хотелось излить, он уже вылился, и, в принципе, может быть, это видео, если не даст вам какой-то конструктивной критики или мнения о том материале, из которого всё началось, это, в принципе, не было моей самоцелью, может быть, вы через это видео немножко получше узнали меня, если для вас это интересно. Я буду очень рада, если вы дадите обратный ход моим таким волнительным, эмоциональным мыслям и словам. Всё, пока. Посмотрим, о чём будет следующее видео. Я сама даже ещё этого не знаю.